Глава Тувы на аппаратном совещании поручил создать проектный офис Енисейская Сибирь для работы в трехсторонней рабочей группе с участием представителей Хакасии и Красноярского края. По итогам Красноярского экономического форума руководители министерств региона провели переговоры со своими партнерами и заключили 9 соглашений о сотрудничестве. Глава республики подписал три соглашения. Это тройное соглашение между Красноярским краем Хакасии и Тувой по созданию проекта Енисейская Сибирь с Красноярским краем и с исполнительной дирекцией Красноярск-2019. Также в ходе форума на встрече с вице-премьером правительства России Аркадием Дворковичем и министром транспорта Максимом Соколовым обсуждались вопросы ускорения модернизации автомобильного пропускного пункта Хандагайты-Баршо и создания международного сектора в аэропорту города Кызыла. Я большей части хотел бы в своем выступлении сказать об эмоциях, о чувственном воспрятии проблем транспортной инфраструктуры, потому что буквально добирался до Красноярска вот 800 километров по дороге и знаю, что такое наши российские дороги. В этом отношении во всей красе представляю все наши и плюсы, и минусы. Но в то же время, дорогие коллеги, я хотел бы остановиться вот на таких вопросах. Мы живем век очень серьезной конкуренции и в этом отношении, конечно же, мы с вами представляем, какие сейчас идут переговоры, например, по транспортному развитию, вообще по развитию инфраструктуры между нашими партнерами. Вот буквально в Ташкенте в 2016 году наш президент, лидер подписал протокол о намерениях с лидерами Китайской народной республики, с Монголией. И там пять самых главных приоритетных направлений так называемого шелкового пути было объявлено. И в нее вошли такие железнодорожные коридоры, как, например, Козылу-Курагина. И Курагина далее уже в сторону границы с Монголией. На форуме Министерства топлива и энергетики Тувы провело переговоры с МРСК Сибири и Россити по реализации проекта «Энергомост из России в Монголию» и модернизации энергохозяйства поселка Кайхем. Проект по модернизации электросетевого комплекса поселка Кайхем вошел в стадию практической реализации. До 1 июня текущего года будут уже известны основные исполнители. Прошли плодотворные переговоры с монгольской стороной. Мы договорились получить информацию ближе к маю. И где-то в июне-июле мы сделаем предварительное технико-экономическое обоснование. Ну а дальше уже будет видно, будем советоваться и с главой республики, с Минэнерго-республики. Будем двигаться, смотреть. В первую очередь перспективы нашей дочерней компании МРСК Сибири – это цифровизация. В ближайшие 5-10 лет перед нами стоят масштабные задачи, которые перед нами ставит руководство страны, Министерство энергетики. Это повышение эффективности, снижение наших издержек, повышение управляемости, повышение надежности. Поэтому в эту сторону будем двигаться и здесь это будем обсуждать. С Ростелекомом были синхронизированы действия по исполнению посланий президента России по подключению к связи малых сел. Тува намерена войти в число первых регионов, в которых стартует подобное мероприятие. Кроме того, на площадках Красноярского экономического форума удалось договориться об увеличении числа волонтеров от Тувы на Всемирную универсиаду в Красноярске. Также в рамках проекта «Дети одной реки» было подписано соглашение о проведении форума «Территория инициативной молодежи Бирюса» молодежного этнографического тура по маршруту Тува-Хакасия-Красноярский край. Шаги уже начались и мы и до этого собирались всеми тремя регионами, рабочими группами большими, когда обсуждали план. Мы понимаем, что часть мероприятий уже проходит и делается, часть нам еще предстоит. Конечно, для нас все равно важно обмен делегаций в рамках форумов, для нас очень важно, чтобы наши молодые предприниматели взаимодействовали в рамках трех регионов, открывались большие границы и новые рынки. Конечно, в свете года добровольства очень важно, чтобы лучшие практики, которые сегодня есть между тремя регионами, были объединены и было создано такое единое пространство. Конечно, экспедиция, которую мы планируем, которая пройдет по трем регионам, которая будет стартовать в Туве, пройдет через Хакасию, финиширует в городе Енисей. Для нас уже такое важное событие, которое сможет рассказать не только внутри регионов, но и всей стране, глазами молодежи, что такое Тува-Хакасия-Красноярский край. Также по итогам форума проведены переговоры с крупной красноярской научно-производственной компанией «Вектор» по отходам и отвалам Хуваксинского комбината. Отходы кобальтового комбината в поселке Хуваксы, содержащие тысячи тонн токсических и тяжелых металлов, являются перспективным сырьем для современной промышленности. Регион рассчитывает на появление инвестора. Тува-Кобальт закрыли в 1991 году. С момента закрытия предприятий не было предпринято никаких мер для нейтрализации экологических угроз, исходящих от захоронения отходов. Хранилища не охраняются, шламы, общий объем которых составляет около полутора миллионов кубических метров, стали источником загрязнения прилегающей местности, в том числе сел Сайлых и Хуваксы, где проживают более 5000 человек. Продолжение следует...